Для настройки личного кабинета что нужно, во-первых? Нам, во-первых, было бы неплохо поставить в личный кабинет функционал также с избранными товарами. Давайте мы возьмем, значит, вот сюда наводим и выбираем список желаний. Здесь переходим во вторую, по-моему, вкладку. Нет, в третью вкладку мы переходим. Вот он, видите, шорткод. Мы его копируем. И нам нужна, значит, страница, все страницы. Здесь есть личный кабинет. Изменить. И кликаем. Нам, в общем, нужно добавить блок. Кликаем по плюсу. И нам нужно здесь выбрать шорткод. И вставляем скопированный шорткод и обновить. Все, отлично. Это мы сделали. Выходим отсюда. Теперь нужно настроить нам с вами капчу. Для того, чтобы не приходил спам, вам нужно настроить защиту от автоботов. В общем-то, вот вкладка капча. Кликаем сюда. Благодаря плагину все просто настраивается. Мы защитим форму входа, форму регистрации, форму восстановления пароля. Не надо защищать, потому что это уже для проверенных пользователей. И форму комментариев мы можем оставить. Далее, теперь спускаемся вниз. И тип арифметические действия. Сложение вот всей изображения. Устанавливаем. Спускаемся вниз. Сохранить изменения. Так, отлично. Теперь, значит, нам нужно с вами настроить также правильного адресата. Смотрите, когда клиент у вас зарегистрируется к нему, на почту придет письмо с подтверждением его регистрации. Он должен будет кликнуть по ссылке, и в этом письме будет вместо вашего адресата будет написано WordPress. И это не очень так красиво. Для этого мы установили специальный плагин. Вот Mail Sender. Сюда заходим. И сюда вы должны ввести название вашего, допустим, название вашего адресата. Как мы назовем? Dengel. Допустим, почта. Допустим. DengelSobakaInfo.ru Вот так вот. Сохраняем изменения. Идем дальше. У вас, значит, нам... В общем, стандартная панель авторизации и регистрации в личном кабинете, она ужасна. Поэтому мы ее сделаем лучше. Для этого во внешний вид переходим в виджеты. Мы с виджетами будем еще работать. Ну, все, что вам сейчас нужно знать об этом, что панель виджетов, это самые популярные элементы сайта. Виджет-зоны, это специальные пространства, которые размечены разработчиками сайтов на этом сайте, для того, чтобы туда вставить эти самые виджеты. Виджеты – это изображения, тексты, меню, ну, все вот это вот. У нас, значит, есть для этого сайт-бар. Вот он, Primary Sidebar. Мы должны отсюда все вот это удалить, весь этот мусор. Для этого каждый виджет открываем и кликаем удалить. Открываем, кликаем удалить. Открываем, кликаем удалить. Мета, это вот мета, вот кстати, виджет дает стандартную панель. Но она плохая, мы ее удаляем. Много мета. Все удаляем. Ну, лучше удалить там. В общем, и вот теперь, вот сюда нам нужно положить специальный виджет Аякс. Вот он, логин видж Аякс в Primary Sidebar. Значит, давайте авторизация поставим. Так, показывать, показывать ссылку. Показывать, восстановление пароля. Показывать, показывать. Так, показывать ссылку на профиль. Вот здесь убираем чекбокс. Все, сохраняем изменения. Это все, что нужно было сделать. Смотрите, как быстро мы это все сделали. И теперь нужно настроить нашу основную панель авторизации. Сюда переходим. Вот она эта панелька. Тут, во-первых, в Logo Options заходим. Нужно загрузить логотип. Выберите изображение. Вот он, логотип. Я загружаю его. Здесь, видите, шкала, можно ее увеличить. Но это много. Так, выходим из этой вкладки. Дальше у нас Layout Options. Можете макет поменять. Ну, лучше не менять, он отлично выглядит. Фон. Background Options. Значит, в качестве фона мы поставим изображение. Выбираем изображение. Вот, пожалуйста, смотрите, я загрузил. Но тут кое-что по-другому сейчас мы сделаем. Мы логотип поменяем. Давайте назад вернемся. Logo Options. Да, и заменим. Логотип на беленький. Нет, не то. Вот он. Вот. Теперь отлично. Смотрите. И, кстати, смотри, вот наша капча в действии. Но эти ссылочки мы дальше поменяем на белый цвет. Все отлично. Видите, как хорошо получилось. Так, выходим отсюда. Так, мы здесь были. General Form Option. Значит. В общем, вот сюда, в это поле, вот сюда, вот в это поле, где 0, мы, я вставляю вот такие значения. То есть, это уровень закругленности. 20 пикселей, 5, 25. Видите, углы по-разному закруглились. Далее спускаемся вниз. Здесь черный ставим цвет. Да. И вот эти названия, эти поля, ну, как бы эти layout, да, вернее input, мы также сделаем черным цветом. Это все. Сюда, значит, нам нужно вставить вот такую фразу. Забыли пароль. А сюда нам, а сюда нам нужно вставить назад. Все отлично. Выходим отсюда и переходим в login form text. Да, вставляем имя e-mail. Сюда вводим пароль. Запомнить меня. Сюда войти. Ну, это название для кнопок, ссылок. Теперь нам нужно сохранять изменения для того, чтобы дополнить некоторый еще один функционал. Давайте выйдем отсюда. Я забыл кое-что сделать. И вот так у нас есть тут вкладка внизу настройки. Переходим сюда. И внизу, вот где членство, любой может зарегистрироваться, да, и роль пользователя оставим клиент. Теперь спускаемся сохранить изменения. И далее обратно в эту вкладку login. Login Customs. Заходим. И здесь опять сюда, да, да, сюда заходим. Все верно. И вот где login, мы заходили в login. Видите, заходим и тут уже появилось еще одно поле. Сюда мы вводим название регистрация. Выходим назад. И видите, помимо том, что там поле появилось, появилась еще одна вкладка настройка регистрации. Кликаем, заходим сюда. Здесь вводим имя. Е-мейл оставляем. Сюда вот я копирую такой текст. И подтверждение будет выслано по электронной почте. Здесь вводим слово регистрация. А здесь ссылка войти. Вот внизу, ну, пока не видно, вот внизу в самом. Это все дело. Далее выходим назад. Заходим в следующую вкладку. Это нужно для настройки, видите, поле по восстановлению пароля. Имя или е-мейл. И получить новый пароль. Видите, кнопка добавилась. Выходим из этой вкладки. Мы далее, нам осталось лишь окрасить вот эти ссылки в белый цвет. Вот форм, баттон и линкс. Вниз спускаемся. Линк ссылки. Видите, линк колор. Выбираем белый цвет. Вот здесь, видите, вот это можете убрать, запомнить меня. Можете оставить. Лучше оставить все это дело. Ну вот, как вы видите, форма прекрасно выглядит. Она выглядит просто замечательно. Опубликовать. Теперь нам нужно еще кое-что сейчас проверить. Выходим отсюда. Смотрите, страницы, все страницы. Вот тут личный кабинет. Изменить. Хочу кое-что посмотреть. Атрибуты сани. Смотрите. В общем, вот тут вкладка есть. Динамик сайдбар. Какой сайдбар? То есть, эта тема поддерживает динамичность сайдбара. Можете сайдбар слева показывать, либо справа. Сайдбар, но это все знают, да, когда есть основной контент на странице. Справа или слева в отдельной колонке. Можно или отобрать, если это интернет-магазин, каталог товара, отображать категории. Если это блог, то различные посты ему. А мы будем отображать в личном кабинете вот эту, как раз таки, форму авторизации, регистрации. Давайте отображать ее справа. Обновить. Выбрать здесь справа. Обновляемся. И посмотреть страницу. Давай. Так, видите, она не отобразилась. Смотрите, тут вообще такая ситуация. Видите, в личном кабинете на страницах отображается сайдбар с вукоммерс. Поэтому все, что нужно сделать, давайте перейдем в виджеты. Сейчас по-другому все сделаем. Смотрите, открываем наш primary сайтбар и переносим в вукоммерс сайтбар в самый верх. Да. Ну, потом мы будем настраивать, когда каталог товаров, мы тут все подкорректируем, да. И переходим на сайт. И давайте в личный кабинет. Смотрите, пожалуйста, наш логин. Выход. Админ панелька. И если мы давайте выйдем отсюда, смотрите, я выход сделаю. Смотрите, куда переходит. Видите, переадресация сразу на нашу панель. В общем, вот так вот работает. Выход. Выходим и в правильную панель. А если мы поставили неправильную панель, а вот кликнули по этой кнопке, отобразилась бы другая панель, где нельзя зарегистрироваться. А здесь, если мы выходим, у нас есть область регистрации. Все замечательно. В общем, видите, а у нас тут так все замечательно. Далее нам нужно будет приступить к настройке уже нашего каталога с товарами. И это будет намного все интереснее. До встречи на следующем уроке.